Здравствуйте, меня зовут Ильяна Светлана, и я представляю подразделение Digital Digital Relation Division по взаимодействию с разработчиками программного обеспечения. Наше подразделение занимается очень полезным и важным делом. Мы оказываем поддержку в создании, оптимизации и маркетинге ваших программных продуктов. В этом году главный фокус у нас на приложении для Windows 8 и Android. Примите, пожалуйста, руки, те, кто занимается и представляет компания, жиропатывающая программное обеспечение для Windows 8. Один, два, три. Android разработчики. iOS. Удивление мало. Хорошо. Сегодня я расскажу о ресурсах, которые наша программа готова предложить вам. Для начала небольшое лидическое отступление, такой беглый взгляд на рынок мобильных устройств. Какие устройства на базе процессоров Intel сегодня есть на рынке и что нас ждет в будущем. У Intel есть устройства в разных ценовых сегментах, в разных категориях. Это и планшеты, и смартфоны, ноутбуки. Планшеты есть в более дешевой ценовой категории на базе процессоров Intel Atom. Есть более производительные, соответственно, более дорогие на базе Intel Core. Если говорить об устройствах на базе операционной системы Windows 8, то Intel ведет будущее за таким устройствами, как два в одном. К ним относятся ультрабуки с отделяемой клавиатурой, ультрабуки-трансформеры. Преимущество этих устройств в том, что они обняют в себе две модели использования. С одной стороны, это употребление контента, то есть все эти новомодные фичи и преимущества мобильности, характерные для маншетов. И с другой стороны, это создание контента, то есть мощность, производительность, высокая характерная для ноутбуков, персональных компьютеров. Как я уже сказала, мы оказываем поддержку Android-разработчикам. На этом слайде можете видеть модели устройств на базе процессора Intel Atom, которые появились с 2012 года. В России этим летом был запущен телефон Prestigeo. В августе появился Lenovo K900. Можно посмотреть у нас на стенды. И в конце года планируется запуск еще трех устройств. Это маншеты и смартфоны. Здесь мы призываем разработчиков оптимизировать свои решения под Android x86. В большинстве случаев никаких серьезных оптимизаций выполнять не нужно. Если вы разрабатываете приложение, то оно будет работать точно так же, как и на ARM устройстве. Если же использовать какие-то индики в библиотеке, то нужно просто выполнить перекомпиляцию. Для вас, наверняка, это был день работы, много усилий вы не потратите, а пользователь заметит увеличение производительности и улучшую работу вашего приложения на устройствах лип. Новый 2014 год мы встретим с новым поколением процессоров Intel Atom с годным названием Bay Trail. Преимущество этого процессора в том, что он будет поддерживать обе операционные системы, и Windows, и Android. Также это четырехъядерный процессор. Там будет улучшенная графика. Архитектура ядра будет такая же, как в Intel GPU процессорах и Google Core. Соответственно, высокая производительность, но наряду с этим улучшенное энергопотребление, большее время работая от аккумулятора. И в новом году мы ждем появления устройств на базе этих процессоров. Эти процессоры пойдут как в планшеты, так и в персональные компьютеры, и в ноутбуки. Соответственно, с ростом числа устройств у нас появляются новые инициативы, новые программы для разработчиков. Одна из таких программ Intel's Bellator Zone, кто не будет слышала ни раньше. Есть, есть такие, кто слышали. В общем-то, в самой программе Intel's Bellator Zone изменений никаких нет. Intel's Bellator Zone как была на протяжении долгого времени, так и остается огромной базой данных, технического контента. Там вы можете найти технические статьи, блоги наших экспертов, сторонних экспертов, касающиеся разработки и оптимизации приложений под Windows и Android. Также вы там найдете инструменты для разработки. И форумы для разработки. Главное изменение касается программы Intel's Bellator Zone. Структура программы подтверждена на этом слайде. Первый уровень – это registered members. То есть, когда вы регистрируетесь на сайте, вы получаете доступ к базовым ресурсам. Это глазная расстрелка, возможность включить свою компанию в каталог партнеров. И доступ к ресурсу – быстрый тест. Это возможность получить устройство для тестирования разработки с новопроложения на какой-то ограниченный период. В программе вы зарабатываете баллы, выполняя какие-то действия на сайте, например, заполняя информацию о своей компании или о своем продукте. И набрав 30 баллов, вы приходите на следующий уровень премьер и получаете доступ к некоторым дополнительным материалам. Это конструктор рекламных материалов, технический контент, NDA контент и возможность лидовать аппаратное обеспечение. Но это только для Европы. И набрав 100 баллов в программе, вы приходите на наивысший уровень премьер-элит. К таким партнерам мы уделяем особое внимание. Компания получает персонального аккаунт-менеджера. Также вы получаете возможность участия в наших маркетинговых компаниях, получения тестового оборудования. Ну и еще дополнительные преимущества, как логотип участника программы, доступ к аналитическим отчетам. Теперь несколько более подробно расскажу непосредственно о самих ресурсах технических и маркетинговых. Одна из возможностей партнерства с компанией Intel это получение наших новейших устройств для разработки и оптимизации ваших программных решений. На сегодняшний день мы представляем устройство на базе процессора Intel Atom, это смартфонное Lenovo K900 и Megafon Mint и устройство на базе операционной системы Windows 8. Чтобы получить такое устройство, нужно зарегистрироваться в программе. Далее наш аккаунт-менеджер свяжется с вами, если программный продукт, который вы создаете с достаточным интересом, отвечает наши требования. И вы создаете вместе с ним план работы по оптимизации, получаете устройство, подписываете необходимые документы и потом по истечении определенного времени, как правило, это 2-3 месяца, нужно будет предоставить оптимизированный продукт и протестировать его на наших устройствах. Программа быстритеста, которую я уже упоминала ранее, она действует только в России и представляет возможность получить оборудование на какой-то ограниченный срок для тестирования и оптимизации или же протестировать удаленно, если, например, вам нужен доступ к серверным устройствам. Следующая возможность – это маркетинговая возможность демонстрации в ваших программных продуктах на мероприятиях Intel и в онлайн-патологиях. Мы спонсируем огромное количество мероприятий не только в России, но и в Европе, в Штатах. И на всех этих мероприятиях у нас есть выставочный стенд, где мы показываем наше устройство. Соответственно, пользователям интересно посмотреть не только на устройство, но и на софт, на программное обеспечение, которое показывает какие-то функции с девайсов с лучшей стороны. Мы отбираем такие приложения, и они у нас хранятся в Азии. Соответственно, наши коллеги из сервер-маркетинга группы, как в России, так и за рубежом, они для каждого своего мероприятия смотрят в этот каталог и выбирают интересные приложения. Соответственно, для вас это возможность получить новых пользователей, продемонстрировать свой продукт не только в России, но и за рубежом. Также в этом квартале мы занимаемся локализацией каталога, он называется «Ultabook Showcase», и также будет «Android Showcase», туда мы вывестим до 10-15 наиболее интересных приложений от наших партнеров. И этот каталог будет доступен как людям внешним, то есть вашим кастерам, так и нашим коллегам, которые оберяют приложения для мероприятия. Новая программа по портированию Android-приложений. Она у нас запустилась буквально в этом квартале и наверняка в следующем году также продолжится. До конца года мы отбираем 5 наиболее интересных Android-приложений, примерно что отдается IDK разработчикам, и каждый из разработчиков получит 5 тысяч долларов на маркете. Если вас это приложение заинтересовало, то до 10 ноября нужно прислать по этому адресу и обслабить не только информацию о своем программном продукте или же ссылку на приложение в магазине. Далее мы посмотрим на него решим, нужна ли там оптимизация, какие оптимизации вообще можно выполнить. Предоставим устройство, если вам нужно будет для разработки, и в конечном итоге вам нужно будет добавить поддержку в 8-6 архитектуре. И в конце года мы объявим 5 компаний, которые получат маркетинговую поддержку от нас. В общем-то на этом все. И попадя в итоге, еще раз напоминаю, что в 2014 году у нас появится много новых устройств, и оптимизация вот этого устройства иметь смысл для «Нужно уже начинать сегодня». Для оптимизации мы вам предоставим необходимые технические ресурсы, поддержку. Для наиболее интересных приложений, наиболее интересных компаний мы предоставим возможности ко-маркетинга. Чтобы начать, нужно сделать первый шаг и зарегистрироваться в нашей партнерской программе. И с наиболее интересными компаниями, наиболее интересными приложениями, которые показывают наше устройство с лучшей стороны, мы будем готовы сотрудничать с тобой. Спасибо большое за внимание. Если есть какие-то вопросы, заставайте. Я не совсем знаком с разработкой именно под Android, но, как я знаю, и работают с торговцами, которые наиболее, обычно вместе, например, с платой от рабочих предоставляется ВСТ, вы тоже точно так же предоставляете и устройства, и ВСТ. У нас, да, мы представляем устройства, и также у нас есть свои пакеты разработки, например, там, Android, и Комаутер. То есть вы занимаетесь когда-нибудь не слышали. Возможно, кто-то из присутствующих слышал. Соответственно, там есть в этом наборе и компиляторы, есть такой, например, как AppleGP, который позволяет отвозить графическое приложение, если вы разрабатываете дружку. В общем, да, все эти есть, и это все бесплатно. Спасибо. Еще вопросы? У меня вопрос? Тогда спасибо, Светлана. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ